Продолжается неделя Саха Тревел в Якутии. Основные события недели туризма направлены на решение проблем кадрового обеспечения и развития инфраструктуры. Подробнее в материале Юлии Великодной. Начало недели туризма ознаменовалось традиционным путешествием на полюс Холодово и Мекон. В ежегодном авторалли по Колымской трассе приняли участие как жители республики, так и гости из других стран. Большое внимание и значение уделяется созданию инфраструктуры, и в частности придорожного сервиса. Вот этот проект, это доказательство того, что это очень важно. То есть одних брендов ведь недостаточно, бренды уже есть. А для того, чтобы туристы сегодня эти бренды полюбили и хотели бы путешествовать по нашим проектам и присутствовать или участвовать в наших событиях, конечно, нужна качественная инфраструктура. В инфраструктуре туризма надо понимать не только объекты туристского комфорта, но и, безусловно, кадры. Это тоже наша инфраструктура. Самое привлекательное место для туристов в Якутии – это объект всемирного наследия ЮНЕСКО – природный парк «Ленские столбы». Этой зимой транспортную схему сделали доступной, и уже тысячи человек смогли полюбоваться снежными столбами. Подъем до вершины – настоящее испытание, ради которого я приехала. Это здорово. Я порекомендовала бы каждому приехать сюда. Здесь на самом деле чудесно. Несмотря на то, что посещаемость парка «Ленские столбы» ежегодно растет, сервис оставляет желать лучшего. Главные недостатки – это пропускная способность лестницы, которая рассчитана лишь на 300 туристов, и отсутствие зимних кемпингов. На сегодняшний день наши объекты в основном заточены под летний туризм. В этом прошлом году было очень много заявок и предложений, чтобы встретить Новый год именно на территории природного парка, в теплых кемпингах, которых на сегодняшний день у нас нет. Конечно, сервис не ахти, поэтому мы со всеми муниципальными образованиями ведем переговоры, заключаем соглашения о взаимном сотрудничестве и открыты для всех субъектов малого и среднего бизнеса. Якутия в числе российских регионов на получение субсидий на развитие туристической инфраструктуры. Всего между 22 регионами распределено почти 3,5 миллиарда рублей.